Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают хорошо рано или поздно это должно было случиться еще каш возможно там еще нужно было что-нибудь подобрать но будем надеяться что нет ухты господи еще один сто лет никого не было теперь такая активность привет кто тут я уилбур сказал уродливый карлик пялись в темноту эй я не карлик я гном и мама говорит что я еще прикольный чувак он оправдывался но это не особенно впечатлило тьму тогда карлик сказал кто вы и почему вы не выходите на свет чтобы я вас увидел мы не можем но мы могли бы но мы просто не хотим мы боги мы можем делать что угодно вы боги он замерз как молнии пораженный в то время как последствия этого дико танцевали вокруг его головы вообще-то нет нет не совсем но ты должен ты говоришь с богами какие именно последствия два каннибала дед клоуна и один другому говорит у него запахный вкус успокойся я пытаюсь создать эту атмосферу разве не прошло время для загадки для загадки во тьме загадки во тьме это опять как властелина колец точнее к хоббиту к хоббиту не то чтобы я не имел что-то против жутких голосов из темноты но может быть немного тут подсветить почему тут темно и что ты можешь сделать чтобы стало светло юный герой стоял в луче света окружены глубочайшей тьмой и голоса говорили два тролля смотрят ночное небо один спрашивает другого как ты думаешь есть жизнь на луне другой отвечает ну конечно там нет свет включен разве нет фантастика это кстати может быть намек был то что с помощью луны из вот этого света который пробивается нам можно будет цвет как-то тут зажечь но в принципе почему нет если вы боги тогда не могли бы вы сказать что-нибудь типа да будет свет и и тут стало быть его светло ооо два тролля смотрит ночное небо один спрашивает другого как ты думаешь есть жизнь на луне только не снова конечно мы могли бы составить свет или в пещере мог бы быть просто ставить свет так в чем проблема но сказал маленький карлик почему все всегда должно быть так сложно и топнул ногой что ты должен топнуть ногой что вы за боги такие ну мы подожди сначала он должен сотворить свет здесь не проходил крыс в шляпе спросил гноу храбрым голосом однако в этот момент он еще не знал что покинет пещеры без своего друга вы что-то знаете о рэме вот что называется предчувствием этим пользуются чтобы поддерживать внимание аудитории если показать что-нибудь кроме абсолютной темноты это тоже мог мог могло бы помочь сначала он должен решить закатку так что с рэме он был здесь куда он пошел у меня еще есть один политик говорит другому не понимаю почему у нас никто не любит мы ведь ничего не делаем что именно дело с этой истории про политиков вообще отлично выложила почему раз никто не любит мы же ничего не делаем идеально просто спасибо за разговор я немного осмотрюсь только не без света два канибала дядь клоуна и один другому говорит у него забавный вкус не про политиков мне понравилось больше ну до встречи до следующего рано ты его спугнул ему понравились мои анекдоты все три ну что в этом такого смешного вот этот чувак мне нравится так где инвентарь кроме света идущего из дары тут вряд ли можно что-нибудь разглядеть и мне кажется мне нужно что-то более существенное чем факел или что-то подобное такое ощущение что я довольно большой пещере хорошо давайте сперва выберемся не видимо с собой что-то надо принести совет фонарик алан уэйк что ты мне скажешь наверху еще хуже чем внизу вылбор ты нашел где дюрями еще нет но я работаю над этим доставай поговорим тими да даже руку перед глазами почти не видно мне нужен свет мы могли бы сделать факел не только там не только темно но и очень страшно мне отдачу факел который создает тени не спасибо мне нужно что-то другое что-нибудь что светит всю пещеру мне нужно вернуться подалста точнее ты сможешь это сделать ладно давайте осмотримся что у нас тут есть нас тут было электричество о боже здравствуйте сколько всего нового похоже на то что мерзость девочки ван бюрн добрались даже сюда кого-то у кого есть вкус не мог больше терпеть эту штуку и выбросил ее поищем что там есть батарейки может какие-нибудь большая часть игрушки о это что зеркальце я возьму его может где-нибудь пригодится да да я же говорю с помощью лунного света нибудь придется забабахать отражение там все такое ну это любил его или выпиливать успеем возможно наверху его ждет так много нового я почти завидую тому что он познакомиться со всем этим впервые это да так ну-ка давай посмотрим что там есть ну а ты снова тут у них хвост кстати светится может нам как-то поможет привет это это твоя вечная привычка ко мне подкрадываться с этим не кажется ли картина поменялась не меня огнешь наверно вы сестер проделали огромную работу сделав пушистую краску но хотя я до сих пор не уверен понимаю ли я что это так трудно понять желтый синий дает в результате зеленый розовый и пушистый дает в результате пушистый розовый есть такой цвет который называется пушистый им красят пушистые кофточки многие стиральные порошки почти полностью состоят из него современная молодежь абсолютно не шарите в алхимии куда уж нам вы сестер хорошо поладили правда как ни странно да она вовсе не хотела меня съесть или типа того милая дама теперь ее нет я по ней скучаю ты сможешь ее как-нибудь навестить много дел но да возможно я лазил за рэмми в темную дыру и как там темно поэтому те она понадобится какой-нибудь цвет чоп чоп надо идти это если заходишь в рагу ты знаешь где меня искать ну-ка она появляется каждый раз когда я с ней говорю лучше делать только по необходимости хорошо так что еще давайте туда а мы уже не сможем туда сходить только посмотреть без гуливера эстера и нейта все тут выглядит еще более заброшенным все да они вторым забрали с собой все действительно важно а это все еще присматривать за оставшимся наверное я лучше оставлю все как есть наверное так может быть его сможет что нибудь принести нам да корзинка не просто так мне кажется тут находится давай ща придумаем оба на они уже тут так я видимо в толчке а вот я понятно ребята у меня такое впечатление что они вместе пройдут через все трудности они просто созданы друг для друга я просто завидую привет ребят оу привет не имела удовольствия быть с вами знакомый меня зовут его добро пожаловать систоун меня зовут гульвер это мой очаровательный цветок лотоса эстер нашего сына рядом с огром зовут нейт нэйт 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 да назван честь настоящего героя и настоящего друга это благодаря ему мы с эстер встретились в диких землях насчет нейта вы его в последнее время не встречали а к сожалению нет мы были бы рады видеть его на нашей свадьбе но он вдруг исчез уверена он сейчас в большом мире помогает другим влюбленным найти счастье которое они заслуживают но в процессе он пропустил свою любовь ты ты его знаешь этот лживый лицемерный пират который исчез посреди ночи без всяких объяснений оставил меня на последнюю как последнюю идиотку нет я беру не знают больше не знаю тесты ниво мне безопасно всем небезопасно я знаю ну куда нам еще податься зомби другую нежать нигде не приветствуют. Люди думают, что мы едим их мозги. Но, честно говоря, они совершенно невкусные. Ну, может быть, вам лучше дверить дикие земли? Там много монстр... Таких людей, как вы. Почему мы должны уходить? Только потому, что у людей проблемы? Это нечестно. Это да. Дискриминация. Главное, они невкусные. Откуда ты знаешь, что они невкусные? Ты их пробовала? Хорошо. Уилбер говорил про машину, которую вы вместе построили. Может быть, ты мог бы перенести ее сюда и производить гриффинные доски для себя, когда все нормализуется? Я так не думаю. Только Билл знает, где берут умный камень. А он отверждает, что я украл его идею. Он может позволить себе упырей хуже адвокатов. В любом случае, где я возьму золото? Кто судит мне хотя бы медяк? Издавайся, солнышко. Небольшие неудачи — это часть смерти. Эстер права. Те, кто борются, могут проиграть, но те, кто не борются, проиграли заранее. Сказала молодая, красивая, богатая эльфийская принцесса. Не надо идти им. Пока, ребят. Пока. Пока. Хорошо. Что я могу? Я могу уйти отсюда. Что я могу дать Уилбру? Что я ему бы... Оу, теперь тут. Хорошо, давай с тобой посмотрим. Это Нейт. Его имя не вина. Я постараюсь быть с ним, дружелюбный. Привет, Нейт. Нравятся эти игрушки? Он говорит, «Наконец, я знаю, откуда берется мусор». Ты его понимаешь? Совершенно ясно, что он думает об этом хламе. Думаю, он говорит, что из всего этого можно было бы построить что-нибудь полезное. Он изобретатель. Типа, да. Ты угадал. Хорошо, получается, с тобой закончил. А ну-ка, давай-ка с тобой поговорим. В уголовый огор. Довольно редкий и довольно сложный. Анатомически говоря. Добрый вечер, джентльмены. Мадмуазель. Жирный эльф. Она уже игнорирует просто. Меня зовут Иво, а тебя, вас не принцесса ли Ива из Королевства Вудланд? Да, это я. Это большая честь, ваше высочество. Хотя, учитывая нынешнюю ситуацию, наверное, тебе лучше не рассказывать всем, кто ты такая. Я так и не знаю, как тебя зовут, уважаемый сэр. Оу, прошу прощения, ваше светильнейшее высочество. Пожалуйста, зови мне Иво. Меня зовут Злов. Это мой брат. Блаут. Блаут. Может быть, ты мог бы объяснить мне, что происходит вокруг? Ты ведь маг, Злов, правда? Маг? Я? Нет. Почему Злов всегда так говорит? Злов маг. После того, что случилось с остальными магами этого города? Нет. Что произошло? О, ничего. Совсем ничего. Но я определенно отошел от магии. И поэтому я больше не маг. Ну, допустим. Милая лавочка, но немного необычная. Сахарная лата, щенки, шоколад, куклы. Это ужасно. У нас была такая замечательная гостиница. Приглушенный свет, задомленный воздух и много-много алкоголя. А теперь... Ленинцы! Новое предложение! Ленинцы! Все здания превратились навсегда? Маленькой девочке не должно было быть сил для этого. Как она это делает? Я... Не знаю, о чем ты. Ты уже выдыхаешься? Ты что? Лаут должен докладывать госпожу-председателю, если люди выдыхаются. Ты шпионишь до госпожи-председателя совета? Лаут боится, что дочка госпожи-председателя совета может превратить его в маленькую девочку с хвостиками, если он не будет сотрудничать с ее мамой. Мы не должны говорить, что дочка творит магию. Ты выдыхаешься? Нет, Лаут, мы не выдыхаемся. Ну тогда хорошо. Лов? Да, Лаут? Что значит выдыхаться? Все понятно. Лаут, не думаю, что тебе нужно шпионить для Ван Бюрн. От нее только неприятности, ты должен это понимать. Лаут не хочет спигоинить, но Лаут и не хочет, чтобы его превратили в маленького кролика. Я был за то, чтобы бежать, но Лаут захотел остаться и прятаться. Довольно трудно, учитывая твои размеры. Лаут купил маскировку. Никто не узнавать Лаут. Возможно, нет. А что насчет меня? Осталась ли у тебя еще маскировка, которую ты собиралась использовать, чтобы прятаться от госпожи председателя? Осталась. Дашь ее мне? Ты хочешь спрятаться от люди председателя? Конспирация? Нет, я просто хочу сохранить маскировку и отнести ее в школу. Иначе кто-нибудь из повстанцев мог бы переодеться Блаутом. Ты хочешь отвечать за повстанца, который замаскировался под тебя? Нет! Блаут хороший мальчик. Во, бери. Спасибо за болтовню. Ты как луч света в темной ночи, принцесса. Отлично, я теперь могу превратиться в Блаута. Мне-то как-то интересно пригодится в школу, наверное, пройти. Как вариант, да? Там, может быть, что-то подобрать для Булбура. Я не думаю, что он сможет сделать что-то с одним зеркалом. Хотя, вообще, черт его знает. Честно. Можно попробовать. Вряд ли, вряд ли. Потому что я его никуда не установить не смогу, небось. Ничего. Ну-ка, давай. Может, Рэми? О, Рэми, господи. Тимми? Я найду Рэми. Тимми и так уже досталось. Понятно. Ох, что-то анимация, без которой никуда. Так, ну давай попробуем куда-нибудь поставить. Я не знаю. Да нет. Нет, мне даже поставить не на что. Эй! Вы еще тут? Где же еще нам быть? Не могли бы вы немного помочь здесь, а? Там наверху сидит крысеныш, у которого пропал дядя. Эмоции захлестнули карлик и слезы гнева и усталости выступили у него на лица. На лица. На глазах. Это неправда. И я. Не, карлик. Ты должен понять. Главный герой должен столкнуться с проблемами. Нет конфликта. Нет истории. Ставьте на его пучи столько препятствий, сколько хотите. Но мне-то вы можете помочь? Возможно, шутка разрядит ситуацию. Нет. Мне нужно найти способ как-то это все осветить. Это не обязательно должен быть очень яркий свет, но я должна иметь возможность заглянуть в каждую дырочку и щелочку, если я хочу найти Рэми. Загадка, которая должна быть разгадана. А разгадка ведет к новым загадкам. А потом... Пока что у нас есть свет, и мы можем кое-что увидеть для разнообразия. А я могу как-то спиндюрить отсюда? Да возьми ты, господи. Не, не могу. Причем, как бы, смотрите. Смотрите в темноту, это вот в сумме. Не, мне чего-то не хватает. И вряд ли хватит. Зря нажала, сейчас как залагает. Да нет. Вроде пока нет. Хорошо. Ну пойдемте тогда попробуем проникнуть в школу. Потому что если где-то что-то искать, только там. Давай. Прям вот так, да? Я думала, она там действительно превратится в этого уродца. Но нет, зачем. Она надела маскировку и пошла. Лол. Так, что-нибудь тут? О. Ммм, соленые крендельки, пончики с сахарной пудрой, вместе с острой горчицей, порцией и квашеной капусты. Отлично. Короче, ударение я неправильно поставила, но... Да. Ух ты, я рада, что я не там. Систум теперь опасное место. Ну, по крайней мере, отсюда я могу действовать. В общем, вы поняли меня. Крендельки, крендельки. Так, что-нибудь тут? Нет, пойдем в школу. Потому что уже идти некуда идти. Кот из дома, мыши в пляс. Вперед. О. Ты, я, я, ты, что за... Ты мог меня ударить? А, поплачь. Никому не позволено входить в школу, когда госпожа председатель совета нет. Господи, я чуть не выронила все, вообще все органы. Сразу же. Господи, как я испугалась. Зачем хоррора нужна, когда есть эта игра? Госпожа председатель совета Ван Бёрн попросила меня доставить ей кое-что. Она мне не говорила. Она сказала только сносить голову любому, кто попытается сюда проникнуть, пока ее нет. Очевидно, она забыла об этом предупредить. Она очень рассердится, если я не принесу ей то, что она попросила. Рассердится на тебя, а не на меня. Черт, логично. О, кто-то тут точно на своем месте. И очень решительный, отлично. Не проблема для профессионала, вроде меня. О, я отмечу это в докладе. В каком докладе? О, вообще-то я не должна была тебе говорить, но... Скажем так, положительный отзыв подтолкнет твою карьеру. Но я именно там, где хочу быть. Серьезно? Конечно, иначе бы меня здесь не было. Тебе должно быть очень нравится изводить людей. Умница, вроде меня, может далеко пойти в этом мире. Но тебе суждены великие дела. Иди и докажи это. Я мог бы, но я не хочу. Пусть другие ломятся, если им так хочется. Потом однажды они приползают обратно и просят о помощи. А я им отвечаю. Сами разгребайте свою дерьмо, неудачники. Какая приятная беседа. Не буду рено, что тебе понравилось. Разговоры с единственным и неповторимым грумдером Климпусом это всегда смех. Я разочарован. Но ты старалась. То есть я не пройду, да? А если я сниму маскировку? Весь его вид не очень приятен, а его самая заметная черта его вонь. Думаю, что ты такая особенная, потому что знаешь всякие длинные слова. Жалкое. Говорит с троллем охранником. Так, ну-ка сними. А чё нахрена я её одевала? Он не особенно быстр, но физически... Не физически, не умственно. Это или. Учи английский. Понятно. Так, не так, не так, да, получается? На как хрен нужно... Мне нужно проникнуть в учительскую, значит туда я и пойду. Конечно. А я дам тебе ответ от моего топора. Ты меня не ударишь. Несмотря на жирный живот и тонкие ножки. Так, шо ж делать-то? Маскировка вообще не... Я не могу рисковать, задевая драку с троллем. Да, я могу проскочить мимо него. Он может за мной погнаться и переводить при этом половину города. Достаточно, что обмануть его тоже не могу. Он просто слишком туп для этого. Ах! И че делать? Может мне гиппопотамус мой нужен? Я залечу как-нибудь в окно верхнее. Не? Может быть мне маскировку Уилбору дать? Я не знаю, правда нахрена? Может он как-то обманет эти голоса во тьме? Так тупо. Зачем мы вообще... Зачем она нам? Просто зачем? Ребята, я дам им побудь немного наедине. Они должны принять решение насчет того, где они собираются прожить жить вместе. Нелегкое решение. Привет, ребят. Мы знакомы сэров... Сэр Аммиш. Это я. Наверное, это просто дружелюбный гражданин Гульвер. Вы ведь не причините нам вреда. Правда, сэр? Я вам... Нет. До свидания. Эта маскировка отлично работает. Да, а почему она не работает на троллю? Так, ладно. Давайте попробуем с ней что-нибудь сделать. Я не знаю, о чем сейчас говорить. Хорошо. Ладно, давайте здесь тогда и остановимся. Не знаю, сколько уж эта серия идет, но... Раз у нас пока такой момент неопределенный, давайте на нем истопорнемся. Вот, надеюсь, что эта серия вам понравилась. В принципе, нам осталось, я думаю, только вытащить Уилбора, а там уже будет проще. Хотя еще за Уилбора, небось, придется там где-нибудь внизу решать 20 тысяч загадок, как это всегда и бывает. В любом случае, рано или поздно мы это все сделаем. Но пока что я с вами прощаюсь. Надеюсь еще раз, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей и до встречи в следующей серии. С вами была Савин, всем удачи и пока-пока.